24 августа во Дворце культуры железнодорожников состоялось выездное совещание, которое провел глава города Валерий Катышев. Участие в совещании приняли представители городской администрации, руководители учреждений и сфер культуры, образования и спорта, местные средства массовой информации. Дворец культуры стал муниципальным учреждением. И само учреждение, и его коллектив теперь входят в сферу культуры города. Теперь это дворец культуры городского округа город Буй. Однако городской глава считает, что неофициально учреждение нужно продолжать называть Дворцом культуры железнодорожников, то есть так, как оно и называлось раньше. При передаче Дворца городу первоочередной задачей было сохранить коллективы. Этот вопрос положительно решен, коллективы сохранены. В апреле следующего года здания и имущественный комплекс дворца также перейдут на баланс города. Участники совещания осмотрели дворцовые помещения, в которых занимаются творческие коллективы. Город планирует перевезти сюда для проведения занятий студии СКЦ «Луч» для того, чтобы социально-культурный центр стал только кинотеатром. В здании «Луча», кстати говоря, не такие большие площади, как в ДК. Цель – задействовать их наиболее плотно. Для этого в ближайшее время после изучения загруженности помещений и графика занятий будет составлен новый план работы в более плотном режиме. Но это не значит, что артистам и другим посещающим дворец или луч придется тесниться. Места должно хватить всем. Главное, чтобы учреждение с успехом для себя и к радости буявлян работало. В завершении встречи состоялось подведение ее итогов со всеми участниками. Все расчеты руководство дворца предоставит к 15 сентября, максимум до 1 октября. Цель у нас для того, чтобы дворец культуры с переходом коллектива на сегодняшний день в штат нашего управления культурой, для того, чтобы коллектив дальше продолжал работу. Для того, чтобы все студии, которые были, сохранить и наполнить дворец культуры, там, где свободная площадь есть, другими коллективами, которые у нас в городе на сегодняшний день не могут найти себе, так сказать, место, грубо говоря. В связи с тем, что у нас СКЦ «Луч» стал кинотеатром, на сегодняшний день полноценным практически, там, те коллективы, которые там занимались, у них есть определенная проблема по времени занятий. Мы хотим их перевести сюда. Хотим, чтобы дворец дальше продолжал работать, чтобы те коллективы, которые здесь есть, они и дальше занимались, дети занимались, и пославляли наш город своим творчеством. И радовали всех жителей, в том числе. Все концертные программы, которые были, они должны быть сохранены, все коллективы, здесь только 12 коллективов народных, они должны все работать. И мы еще должны наполнить и понимать, что нам надо помогать дворцу культуры и дальше развиваться. Задача поддержать творческих людей, потому что мы понимаем, что у нас люди в культуре работают, достаточно небольшая заработная плата, и чтобы они имели возможность для творческого развития, и привлекали как можно больше ребят, чтобы ходили к ним заниматься, в том числе и взрослых. Понятно, что часть кружков, большая часть, она здесь все-таки в платном режиме работала, она так и будет работать, и часть заработанных денег пойдет на повышение зарплаты руководителям коллективов. Я считаю, что это правильно. Ну и с апреля месяца мы готовы будем принять уже в техническом плане все помещения и вкладывать уже средства свои, городские, для того, чтобы дворец культуры привести в порядок.